Всем привет и добро пожаловать на плитхо! Мы с вами продолжаем прохождение Бекаса, продолжаем дальше строить наш замечательный замок. Ну что, мы готовимся к чередному нападению, через 2 минуты у нас оно будет, единственное, что-то я не очень понял прикола с нашими стенами, как-то они очень странно тут у нас повернулись и развернулись. А вот, теперь все отлично. Поставил дополнительную у нас еще баллисту наверх, может быть даже сделаем еще под шумок одну, или даже... Нет, на вторую нам не хватит камня, да, у нас его маловато. Тогда предлагаю сразу захватить вот еще кусок земли. А, стоп, кусок земли, у нас тогда сейчас будет смещение боя, возможно. А мы можем перебросить армию, если что? Ну давайте попробуем, ладно, посмотрим. Может все-таки останется там. Да, оно осталось, не стало никуда уходить, ну и шикарно. Тогда мы ставим сразу каменоломню здесь где-нибудь сбоку, ресурсы у нас находятся вот сюда. Да, здесь у нас не хватает одного человечка, до сих пор не хватает почему-то, странно. Ладно, сделаем сейчас вот таким вот образом, хотя... А, у нас вообще никого свободного здесь нету. У нас все, кто был, те уже пришли, но у нас еще плюс один сейчас появится. Он тогда у нас пойдет на каменоломню. Значит, по поводу древесины, все у нас окей, склад дерева полторы тысячи есть. Ты достраивай, ты доделывай. И нам нужны будут новые домики, да, нам реально будут нужны новые домики. Наверное, даже хотя бы штучки две попробовать как-то добавить. Вот здесь вдоль стены. А, ну у нас здесь будут дома нах... Ой, точнее, этот самый забор будем увеличивать. Возможно, будет баг. Поэтому, чтобы его не было, мы лучше как-нибудь это в другое место попробуем пришпандурить. Например, у себя влезет, нет? Не влезет. Слушайте, ну, конечно, земли становится очень мало. Прямо очень мало. Сюда бы как-нибудь, ну, аккуратненько, ну, так типа, эх, и влез бы. Ну, а, где-то просвечивается, во. Ну, и окей. Плюс два дома будет у нас. Здесь у нас работник есть. Есть. Пошел работать песенкой, как говорится. Назначайся, ну. Во. Мечники у нас все готовы. Пехота. Объединим ее. По-моему, их стало меньше. Или, мне кажется, не, не стало их меньше. У нас здесь еще наверху все разбросаны. По поводу каменных стен улучшения требуется полташечка. Ну, сейчас мы ее тоже сделаем. Сейчас мы ее достроим. Пока идите на каменку работать. Во. Плюс за тридцатку мы улучшим место. И плюс одного еще добавим, когда он выглядит. Ну, а пока ждем. Ждем и еще раз ждем. А, кстати, слушайте, а по поводу построек мы все сделали. Дальше дома у нас есть. Гильдия строителей есть. Церковь есть. Товарная есть. Здесь у нас это все имеется. Из ресурсов у нас тоже все есть. Войска имеются. Декорации только у нас нету. Но это уже дело такое. Идут. Идут потихоньку. Слушайте. Ну, походу, что-то такое. Не сверх жирное для нас. Да. Хм. Ну, подождем. Посмотрим. Пускай они там пока повозятся. У нас лучники опять все сделают основную работу. Здесь они будут сейчас пытаться, наверное, подняться. А вот мы здесь для них станем сейчас преградой. А лучники стреляются. Главное, чтобы вот эти дальше дотягивались. И это было все классно. Блин. Как она отработала фанан. Слушай, это плохо. Это ужасно. Надо немножко их подпустить поближе к нам. Во-во-во-во. Давай, накидывай, накидывай, накидывай. Теперь мы наоборот разворачиваемся и их бьем. Жалко, здесь не такой быстрый мув для всех персонажей. Там, по сравнению с другим другим играм, как стратегия. Они тут слегка так вот затупливают, мне кажется. То есть нажимаешь, а действия там спустя какую-то там пару секунд. Как старая коробка передач, знаете, такая на автомате. И жмешь, и я такая, а, окей, мы едем. Вот так и здесь что-то. Хотя, слушайте, они неплохо, они ворвались-то к нам. Ой, как неплохо. Охренеть. Ну, у нас только лучники остались одни. Да. Я боюсь, что сейчас мы можем остаться и без стен такими темпами. А вот вы что стоите? Вам религия не позволяет или вам страшно? Что случилось, я не понимаю, мужики? Пойдемте обороняться. Пойдемте защищать. Вот сюда идти. Эх, да. Конечно, ты тебя не знаешь, что они стоят, он бежит, понимаешь? Он пытается дойти, но у него не получается. Но с такими темпами мы можем без башни остаться и без всего. Хотел посерьезнее сопротивление. Вот оно и оказалось. Ну, хотя оно оказалось, что нас кто-то тупит неплохо. Ну, добивайте ее. Ну, бейте. Да не бейте вы, а крупи ее. Просто бейте вы. Ну, его хотя бы не можешь бить? А, понятно. Поздно. Поздно дошел до тебя, друг. Просто отлетел. Тут волки у нас стоят. Будем надеяться, что сейчас лучники хоть как-то... Хоть как-то, да, попытаются обороняться. Надо ждать катапульту, когда нам будет ходить ближе. По-другому это не получится. Но лучники неплохо достают. Да, с башней, конечно, было бы поэффективнее. Ох, ни хрена себе там волк отлетел. Волк красавчик. Волк просто охеренен. Мы, конечно, можем сейчас попробовать их спустить на землю. Ну-ка, откроем вороты наши лучников всех. Давайте сюда зовем. Хотя, наверное, уже зря. По-моему, они так их не просто сейчас раскидают. Встаем, готовим свои стрелы огненные. И полным залпом плит туда. Четвертый уровень, кстати, у нас уже. Не, ну волки молодцы. Тут вообще ничего не скажешь. Пока что вы можете собираться на новую стену, наверное, уже. Вот сюда. Вставайте. Побежали. Вы и так бегаете. Вы как стояли на месте, так и остались здесь. Нам нужно здесь будет все это восстановить. Ремонт. 15 единиц это будет стоить. Также у нас появились ребята. Добавляем одного вот сюда. И плюс возвращаем ферму на место. Ну, наверное, слегка ее подвину. Как-то чтобы поаккуратнее, поудобнее это было. Иначе, помните, у нас очень много здесь места занимает. И мне пройти. В смысле? А, это не та ферма. Это нужна вот эта ферма. Сейчас прямо впритык тебя как-то не воткнем. Может быть, даже вот сюда. Чтобы было больше маневров для проходов. Ну да. Все-таки из-за текстурок они как-то слегка тут багуются. Ты у нас можешь куда-нибудь встать вот сюда, допустим. Почему нет? А, у нас, кстати, здесь нету подъема, да? Но мы это исправим. Добавим вот сюда вам подходик дополнительный. Чтобы вам было удобнее и быстрее добираться. Плюс 80 камней. А давайте, наверное, будем... А, сотка нужна. Нифига себе. А здесь 125. Неплохо. Слушайте, мужики, ну надо как-то долбить поактивней. Прямо реально поактивней. Мещиков мы тогда перекинем. А я даже не знаю, куда их перекидывать. А мы пока их будем вот здесь держать, да. Все равно, раз пойдут противники с этой стороны, значит, будем их попробовать. Как-то здесь пока сдерживать. Вы как у нас тут останетесь? Нет? Ну, понятно, вы тут у нас на ПМЖ. Это готово. Добавляем. 125 камней есть. Давайте, да, все-таки сначала гряданим стеночку. Во, так будет намного лучше. Как-то они там сразу попытались отойти. Им что-то как будто бы мешает. Ну-ка, если мы сделаем сейчас новую расстановку по этим ребятам. А, только мы тебя можем сдвинуть. Да, а ты куда побежал? Тут же есть отличное местечко для тебя. Смотри, я нашел. Во, вставай сюда. Баллиста у нас плюс одна. Готово. И еще бы одну сделать. Во. Да, мне все-таки баллисты больше нравятся, чем катапульты. Дальность у них немножко выше. В совокупности вместе с нашими лучниками они прямо дают хороший такой вот именно... Ну, РДД. То есть радиус. Урон по радиусу. У нас там воскрешает потихонечку, да? Бегом сюда. Я там вижу еще у нас лучник, по-моему, один в рядах оказался. Один, правильно? Да, один. Вдруг мы тебя тормозим чуть-чуть. Вот сюда к нам запрыгивай. Идеальное для тебя местечко. Что у нас по итогу по ресурсам? 80 и 111. Ну, у нас хороший этот плюс, да? Может быть, можно было даже разогнать еще более в жирный плюс. Но нам этого достаточно. И так очень комфортно. И ресурсы уже особо некуда складывать. Это мы уберем. Тебя отправим вот сюда. Ну, а дальше, мужики, вы тут поднимайте следующих. У нас еще три человека осталось. Кого надо воскресить. 130 ко мне приехало. Поднимаем грейд. Опачки. Просто шикарно. Кстати, в два ряда. Ну, если они будут идти все-таки по этой линии, они по-любому сейчас несут нашу рыболовную пристань. Дальше они сломают нашу солнечную мастерскую. И сюда попробуют пройти. Только что им это даст? По-моему, ничего. Поэтому, наверное, все-таки в идеале они должны будут здесь это дело все свое свернуть и пойти в сторону ворот. Здесь единственное, у них нормальный есть подъем. Ну, если что, тогда, ребят, наверное, мы быстро... Наверное, даже не если что, а сразу у себя их поставлю, нескольких. Пускай перекинутся. Плюс у нас еще готова баллиста. Вот тебя. Мы сюда добавим как раз-таки. Что у тебя по радиусу? А, ну, у тебя радиус просто шикарный. Наверное, все-таки временно немножечко вот так их подвину. Вот досюда, чтобы они настояли. Потом, если что, мы сделаем им переброску. Вот так вот сделаем. О, пошли. Еще камышко немножко подфармили. Можно поднять следующую стену. Ну, да, так потихонечку можно будет все это дело у нас закольцевать. У нас, чтобы деньги не проседали, надо построить, наверное, еще один маленький рыночек недалеко от фермы. Прямо сюда тебя и ваткнем. Вот. Сколько у нас там природа? 135. Неплохо. Причем все продают разное. Кто молоко, кто ягоды, кто камни. Кто тут какие-то у нас еще бидончики продают, непонятно. Тоже сейчас с молоком, наверное, связано, да? Ну, да. Еще буквально чуть-чуть и у нас будет нападение через 17 секунд. Единственный вопрос. Хватает ли у нас... Точнее, готово ли у нас все? Войско у нас готово. Все расставлено. Баллисты. А, баллисты еще не добавил. Да, у нас одна должна была быть вот здесь еще. Вторую мы сразу сюда перекидываем. Во, отлично. Ну, что? Подсемнение. Смотрим, откуда идут. А, они пошли... Ой, так они прямо через волчье логово сейчас попрутся. А мы сбоку к ним зайдем. Мы зайдем к ним реально сбоку. Хотя, слушайте, очень странно. Походу они сейчас переагрятся. Нет. Или нет? Нет, подожди, стоп. Не могу понять, как они собираются заходить. Здесь же они не поднимутся по такой высоте. И к воротам надо будет идти. Баллисты офигеть долбит на расстоянии. Афигеть у нее радиус. И сразу ваншотит. Один выстрел, один труп. Круто. Это реально круто. Хотя нет, они походу поднимутся. Даже волки мы подняли. Но мы пока подождем. Мы пока подождем. И, наверное, возьмем на себя сейчас вот эту небольшую группу. А, сейчас тут волки встретят. В принципе. Толстяков Пуджей сейчас сразу раскидает на подходе. Смотрите еще. Даже не успели подойти. Пока пехоту побережем. Отлично. Мы обойдем. Мы обойдем. А, у них тут еще резервы стоят. Ты посмотри, что творят, а. Волки такие говорят, хрен тебе. Мы за тобой идем. Главное сейчас, чтобы катапульту быстро раздолбили. Ну, по ней, в принципе, стреляют. Плохо, правда, но стреляют. Этих убиваем. Быстро. Идем сюда. Ну, техника у них осталась, да, без... Без людей. Поэтому без темных. Следовательно, мы можем ее спокойненько уже начать бомбить. Странно. Ух, нихера себе у них тут подкрепление еще осталось. Ждем. Прямо под стенами встанем. Будем ждать их прямо здесь, караулить. Тем более, мы до сюда уже дошли. Посмотрим, как эти будут собираться здесь проходить. Ох, нихрена. А, слушай, они все пополнение, пополнение, и больше и больше идут. Неужели какие-то начинаются наращивания? Здесь минусанули. Пока тоже не двигаемся. Пока ставим до последнего, до талаву просто. Пока не потребуется наша помощь. Здесь работают баллисты. Неплохо заваншотили. Не смогут они подняться? Не смогут. Мы их переагрили. Видите? И он побежал прямо под откос, под наш. Добиваем, 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 добиваем. А, ладно, просто месим. Просто месим. Там сейчас волки сыграют свою роль. В этой великой битве. Пропускаем. Нас здесь тут собирается обойти еще. С топорами бегут, товарищи. Ну, тут волки догрызли, да. Но это, походу, последние. Это последние. Ладно, не будем наших ребят сейчас подставлять под бой. Пускай лучники сделают свое дело. А потом уже мы добьем или подключимся. Лучники там какого уровня? Уже миллионного, наверное, с такими темпами. Четверки только. А какой здесь, интересно, максимальный уровень у... Ну, вообще, у наших солдат. Кстати, а какого уровня к нам идет? 31 урон и 173 хп. Ну, это примерно как у нас получается третий-четвертый уровень. Неплохо. Все, с этим мы разобрались. Солдатики возвращаются на место. Ну, правда, наверное, их сейчас кто-то тут покусает. Из волков. Ну, давайте, наверное, даже мы добьем их. Заодно сами поднимем себе уровень. А пока глянем еще, с какой стороны будет у нас происходить следующее нападение. Оно у нас пойдет. Оно у нас пойдет. Вот отсюда. Камни у нас есть для того, чтобы выгрыдать стены. Так, здесь у нас хватает. А здесь 75. Ну, почти что, да. Сейчас достроят. Забираем. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Хотя, наверное, есть смысл. А я не знаю, кстати, куда их ставить сейчас. Либо здесь, либо здесь. Это прямо интересно. Ну, а давайте сюда попробуем дойти. Да. Они, надеюсь, через замок идут? Ну, нет. Кто как пошел. Здесь мы сразу поднимаем. И возвращаем, точнее, и перебрасываем всех наших лучников. Теперь вот сюда. 32 человека. Офигеть. Вот это мощь. Вот это я понимаю. Сюда стоим. И нам потребуются еще катапульты. И баллисты. Забыл. Нам же надо еще солнечную мастерскую вернуть. А то у нас прямо сейчас минуса пошли. Она у нас будет находиться также где-нибудь вот здесь. А фермы. А все остальное у нас нетронутое осталось. Баллисты. Сразу ставим на стены. А успеем поднять ее? Так, это у нас уровень плюс 30 камней. Во. Этих сразу обратно в солнечную мастерскую. Сколько у нас там сейчас должен быть прирост? А, ну он должен быть нормально. Да, по еде пока у нас 60. Плюс одно тело где-то у нас должно быть. А, стоп. У нас у них сету стоит на месте. 83 у нас суммарно пошел плюс. Да, нормально. И 60 по еде. И еще одну кутапульту мы ставим вот сюда. Точнее баллистам. Склады древесины переполнены. Едой все завалено. Камни. Ну, камни, понятно, я сразу трачу на стенки. Ну и монетки потихонечку тоже фармятся. Просто спокойный, тихий мир. И даже особо вот эти нападения на нас уже никак не сказываются. Особо нас не тревожат. Думаю, надо просто брать сейчас, покупать за древесину все абсолютно территории, которые нас окружают. Я правда боюсь, что у нас сейчас может произойти с движения точки. Хотя, ну, попробовать можно, например. Так, она осталась? Да, она осталась на месте нетронутой. Это если мы возьмем. Тоже окей. А здесь 720 древесины. Ну окей, ладно, ждем. Пока есть возможность, наверное, поставлю просто проект по добыче камня с двух сторон. А, так, второй нам не поставят. 300 камня надо. Ой, точнее, 300 дерева. Ну, хотя бы пускай одну доделают. И, блин, они сверху пойдут сейчас. Вы серьезно? Точнее, снизу пойдут. А мы спуститься-то сможем, если что? Не? Я очень это надеюсь. Давайте, давайте, мужики, спускайтесь аккуратно там на своем альпийском, альпийском снаряжении. Слегка двигаем, чтобы лучники отрабатывали. Ну, и тут посерьезнее пошло. Хотя, нифига серьезнее нет. То же самое все. Волны примерно одинаковые. Но эта штука встала. Она уже ничего не может сделать. Разбиваем и добиваем ее. У нас тут лучники единственное, что-то, видите, стоят прямо. Не очень хорошо. Сейчас мы их слегка помесим. Во! Прям такой тотальный врыв. Вместе-то они не очень плохо. Точнее, очень неплохо. Прям очень неплохо. Осталось только, наверное, что-то по джебу вынести. Вот эти. А то что, как они много... А, стоп. Владимир, отойдем. У нас тут пару солдат уже осталось. Всех вынесли. Всю пехоту, а. Но они числом начинают просто потихоньку убрать. Числом и вот этими крупняками своими. А там заблагованы у нас так и остались, или они... Ну да, так и бегают. Понятно. Помощечки хреновы. Но вся надежда на лучников. По идее, они, конечно, должны сейчас всех тут вынести. Под стены, правда, не знаю, как будут стрелять. Вот это вы бы добили. Не могут они стрелять туда, да? Вообще никак. Пытаются, видите, накинуть. Но... Это все не то. Не то пальто. Сейчас они сделают врыв внутрь здания. Но пока они будут заходить, у нас этих хотя бы поубивают. А, хотя смотри, пуджата сейчас они походу добьют. Во, правильно, молодцы. Прямо там убивайте. Не давайте им зайти. Ну, попытались, попытались. Правда, ничего не получилось у них. Но, тем не менее, все-таки в попытках такого более-менее нормального врыва у них получилось. Он так стал, что они не могут никак его пробить. Так вот, кто-то попадет туда, нет. Вроде попадают стрелы. А, нет, попадают. Вы посмотрите, получают урон. Телегу сейчас раздолбают. Это не проблема. И он последний остался. Бедолаги. Вы прикиньте, когда ты бежишь единственных, оставшихся выживших, в живых. И просто в тебя вся армия стреляет. А, ты посмотри, где он застрял. Ну, там его не пробьют уже, да. Мы можем попробовать... А, нам даже не спуститься, да? А, вот сюда если упадете... Во, он сейчас тоже выбежит оттуда, нет? Сейчас посмотрим. Выходи, 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 Василий. Во! Получил по ушам. Шикарно. Значит, это мы сразу ремонтируем. Откуда у нас следующее будет идти нападение? Надо посмотреть. Синий маячок. У нас он будет... Что-то я вообще... А, вот здесь. Ну, тогда лучников сразу на стены. Загоняем вот сюда. Это мы будем сейчас поднимать. Ну, а пехоту у нас сейчас будут резать наши священники в нон-стопе. У нас есть свободные, ребятки, кстати? Чтобы назначить все как-то на работу. Надо камушек. Нам нужен... Нужен много очень камней. Вот эта сотку сейчас я сделаю, а потом остальное буду вливать уже прокачку домов, где у нас два уровня. Также еще, наверное, как мы и планировали, добавим сюда плюс одну каменоломню, чтобы дальше они у нас тут строили и, соответственно, добывали камушек. Плюс один у нас сюда влезет еще. Во, отлично, есть. Даже, наверное, больше. Попробуем еще плюс третьего загнать. Во. Также сразу делаем грейд и назначаем сюда, ребят. Блин. А я смотрю, у нас здесь дома. Большинство домов уже все на третьем уровне. То есть выше их не поставить. Надо будет выводить за пределы. Хотя, с другой стороны, нам больше не надо. Нам надо будет только сюда одного добавить. И... Все, во. У нас 84-85. Последний доделается. И у нас он пойдет... Пока пускай отдыхает. Балдеет здесь. Можно даже где-нибудь вот здесь, наверное. А, хотя, наверное, даже наоборот. Лучше вот сюда это дело тянуть. 720. 760. И здесь можно будет построить еще одну ферму. И плюс еще будет... У нас возможность рыбалки. А пока дальше закатываем это все уже... А, стоп. Здесь... Ой, е-мое. Я здесь забыл стенку поднять. Ладно, тогда будем ставить вот эту сейчас. Вот так. 75. Здесь 50. И... 75. Шикарно. Почти что все стены мы с вами подняли и сделали в камень. Древесина подъехала. И сразу за ней 80 камней тоже вкладываем. Все. У нас получается максимальный грейд нашего замка. Все в камушках. Шикардос. И как планировали, сюда ставим ферму. Как раз у нас там один или даже два человечка есть, которые могут устроить все на работу и будет круто. Ну, замок очень круто выглядит. Вообще офигенно. Такой весь как будто бы сбалансированный. Вроде все имеется. Конечно, внутри некий бардак. Но он такой, знаете, у нас аккуратный бардак. Прямо город-город. Добавляем вот так вот. И, наверное, можно... А, 800 единиц. Надо... Так, подождем. Во, появилось. Забираем этот кусок земли. Шикарно. Мы с вами, по-моему, почти что захватили все земли, где есть ресурсы. Это мы забрали. Осталось только вот этот кусок. Вот здесь пройтись. И все. Ну, это, наверное, тысяча четыре. И мы забираем его. С этой стороны. А, ну, тут туаливные еще остались у нас. Так, что у нас там по нападению? Пошло потихонечку. Ну, давайте посмотрим, на что вы способны. Сразу развездюливайтесь в ходу. Просто моментально. Так, у нас там гибрид остался внутри. Нет, там никого нету. Пока подождем. Пускай идут. Единственная проблема... А, волки. Не на тех вы, ребята, сагрились. Ой, как не на тех. Вот эти у нас не совсем очень удачно спут стали. Придется, наверное, вот эти даже слегка сместить. Попробовать вот сюда. Если успеют они перебежать. По идее, конечно, должны будут успеть. Я был уверен, что они больше в эту сторону будут направляться. Но, видите, они прямо растянулись. Они прямо растянулись. Ладно, вставайте, как вам удобней. Главное, чтобы вы сейчас стреляли. А в итоге все стоят, и никто не может стрелять. Ты посмотри. Ну, как так-то, а? Нужна сейчас ваша помощь. У нас прорыв уже произошел. В нашей потрясающей каменной стене. Не, ну вот это... Ну, без комментариев просто. Я им даю приказ. Понимаете, вот идти сюда. На эту стену. Они встали, что-то здесь завафлили между башнями. Как так? Ну, у нас в итоге он заходит в дом. Ой, точнее, в дом. Ну, в дома, точнее, уже заходят. Понятно, что сейчас их там со стороны могут раскидать и напихать им. Но все же... Это неправильно. Это могло все пройти быстрее и намного и правильнее. Правильно? Правильно. Да, минус один дом у нас. Минус один дом. Ну, потихонечку, да. Но это реально косяк. Это реально косяк. Из-за того, что они не могли нормально перейти. Я сейчас поставлю сюда переход. Ну вот, и все. И тут как. И как, и куда. И вот нам тесно. Им не пройти. Зачем тогда загораются здесь индикаторы? Непонятно. Переходы между башнями есть. Все соединено. Заходи, не хочу. Тут у нас... Блин, у нас тут что-то... Кто это у нас там луч на стоят? Это мечники у нас? Первая кора мысла. Ты понял, да? У нас мечники забрались внутрь. Не с теми ты сражаешься, товарищ. Ой, не с теми. Ну, все равно мы их убедим. Это понятно и так. Видите, они застряли. Они не могут подняться. Они не могут подняться досюда. Их тут раскидывает. Ну, давайте. Во. Следующий нас сейчас поднимется, нет? А, больше никого нету? Тут застряли. Идите застряли. Все позастревали. Просто спускайтесь. А, им даже не выйти. Вы поняли, да? О, не. Это, конечно... Это просто что-то нечто. Сейчас мне даже на секунду подгорело. От того, что такая вот херня происходит. А, вы побежали. Ну, конечно, да. Сдохнуты лучше сейчас. Прямо герои. Нашли время. Давайте, спускайтесь. Вот сюда выходите. Ну, это понятно. Она не может попасться. Она тут долбит и... Нифига не видит. Вот сюда встаем. Пока я тебя ни хрена не понимаю, что происходит. Убиваем их. Дальше, дальше, дальше. Не заходим. Не заходим, а расстреливаем. Не тупим. Ну, а что вы делаете? Думал, сейчас отпустить мышку, чтобы они сами что-то сделали. Но нет. Это плохая идея. Это как бить ималые. Надо, короче, контролировать постоянно. Смотрите, они поднялись куда-то, да? Они поднялись к мишечнику. Который стоит на траве. В смысле на траве? А, я понял. Ой, в общем, это что-то нечто. Да, это что-то нечто. Ну, здесь, на самом деле, вот такими вот ремонтами, такими вот небольшими... Такие через баги, через боль все равно пробираемся мы, да? И застраиваем все в ноль. Да, но здесь это будет просто мышиная возня. Я думаю, наверное, на этом моменте и есть смысл закончить наше с вами прохождение по этой игре. Я вам ее показал. Я вам все рассказал. Двадцатый день. Неплохо мы выжили. И я думаю, мы еще здесь можем прожить... Прожить... Прожить. Прожить очень-очень-очень много и очень долго. И если вот так вот потихонечку здесь сюда вытянул, сюда вытянул. Просто, к сожалению, здесь не добавляет никакого геймплея, никакого процесса. Это просто стройка ради стройки. Я просто не вижу там смысла. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете, в принципе, по поводу данной игрушки. Понравилось вам прохождение. Правда, последние две серии, я скажу так, как мне кажется, они были вот такие, знаете, на уровне просто обороны, и не более чем. Потому что здесь уже мы все построили, и развития у этого города просто нет. То есть по факту ставить бесконечный режим нет никакого смысла. Надо ставить, наверное, максимальную сложность и ставить 10 дней. Там 10-15 дней. И вот... Либо, наоборот, так постоянно, как, знаете, по пирамидке, повышать уровень. То есть там шестерку ставить, семерку и так далее. Без лимит ставить нет никакого смысла. Нету финала. Все. Я вам еще раз скажу. Игру показал. Она прикольная. Она, скажем так, реиграбельная очень сильно. До тех пор, пока вас не задолбает строить одно и то же. Прикольно-то все дело выглядит. Однозначно. Если вам нравится такой жанр, стоит вам в нее поиграть. Ну, а я с вами прощаюсь. Я, наверное, на этой игре точно ставлю пока финиш. И увидимся либо в обновлениях, либо... либо уже в других играх. Всем спасибо за просмотр. Обнял-поднял. Пока. Пока.